Спонсор данного выпуска детский интернет-магазин кроваток-машинок Слипкар. Ссылочка в описании. Ребята, всем привет! Это новый выпуск. Мы уезжаем с этого места. Напомню, это Витина. Достаточно дикая здесь. Мы останавливались не в кемпинге. Посмотрите, предыдущий выпуск. Ссылочка будет в описании. Здесь сейчас выскочит подсказка. Нам здесь понравилось. Здесь мы пробыли, по-моему, три дня. Достаточно тихо, спокойно. Магазин, в принципе, рядом. Вода, питьевая, фрукты, овощи. Ну, все, что нужно, в принципе, для жизни. В километре можно ходить пешком, можно ездить на машине. Все здесь есть. Мы отдыхали вот в таком вот замечательном месте. Здесь всегда тенек. Короче, мы кайфовнули. Сейчас мы спускаемся далее на юг Крыма. Пока не скажу вам, куда едем. Увидите дальше выпуски. Поэтому досмотрите выпуск обязательно до конца. Подпишитесь на канал, подпишитесь на инстаграмы. Наша ссылочка в описании, потому что выпуски в любом случае выходят с задержкой. А в инстаграме вы можете сразу же отследить, как прямая трансляция. Есть мотивация подписаться. Напомню, мы назвали этот сезон «Бомжуем в Крыму». Мы путешествуем в этом году с палаткой. На момент записи выпуска уже прошло полтора месяца. Мы сменили очень много мест. Побывали и на востоке Крыма, в Керчи, и на западе побывали разные места. Смотрите это все на канале. Все есть в выпусках. Дальше план таков, что мы проезжаем по югу побережья и в Керчь. А потом, вот что будет после Крыма, пока неизвестно. Поэтому подписывайтесь обязательно на канал. Все, ребята, мы машину упаковали, все собрали. Погнали с нами. Полетели. Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну что, все, мы начали путь. Наши друзья уезжают домой, они едут дальше в Москву. Мы продолжаем путь снова в составе своей семьи. Возможны новые знакомства, кто-то с кем-то познакомимся. Как это, в принципе, всегда и происходит. Сейчас, значит, мы заехали в магазин, купили питьевой воды, канистры затарили. И что нам нужно сделать еще первым делом, это заехать за киндеры. За куда? Заправиться. Заправиться, да. И киндеры купить. Вот. Заправим полный бак, чтобы опять я не делал больше себе голову. Все, погнали, друзья, новое приключение. Ищем искать новое место жительства. Ну а вы с нами. Так, по указателю едем на Евпаторию. Другого маршрута у нас нет. Нет, в Евпатории мы заедем на заправку Атан, зальем полный бак. Все, 9 километров до Евпатории. В общем, пока мы едем, есть приятная такая новость. Потому что здесь прошел дождь, и он даже немножко моросит. Вот можно видеть по стеклу, по лобовому. Асфальт, так сейчас я вам покажу. Асфальт, так видите. В дождике. Мне, конечно, вот что интересно. Мы пока путешествуем, нас ни разу не заставал какой-то ливень. Ну, заставил один раз, но он такой. Больше ветра было, чем самого ливня. Я знаю, что в Ялте дожди, в принципе, частное явление, потому что там горы. Как мы там будем, не знаю. Вот сейчас едем с Настей, и такие думаю, как же, как же, как же. Ну ладно, это опыт, посмотрим. И вам, короче, расскажем. Одно дело, когда солнышко, а другое дело, когда непогода, и ты есть в палатке. Ну, в общем, я пока не знаю. Короче, поехали, пока об этом не будем. Так, ну вот мы заезжаем в Евпаторию. Опа! Три или четыре дня назад мы езжали отсюда, вот теперь опять заезжаем. До Атана нам ехать 12 минут, прокатимся по городу. Есть такой центральный рынок, здесь прям народу. Ну, видно, что он не для туристов, он местный. То есть, ну, иначе цены здесь будут очень такие адекватные. Так, вот здесь мы поворачиваем налево. И вот у нас заправка 95-й, 51-79, соответственно, будем лить полный бак. Так, сюда я сейчас подъеду. Опа! Там Евпатории? Да, умница. Все правильно. Что-то говорил, что на Евпатории мы запаримся. Так, две триста залили, 45 литров. Все, двигаемся дальше, смотреть, куда же мы заселимся. Вот мы выехали из Евпатории, и сразу же начинается озеро с белыми лебедями. Потрясающее место, можете посмотреть у нас в выпусках, мы тут останавливались. Тогда здесь мы неподалеку отсюда жили в кемпинге. Родик, я записываю, не кричи мне в камеру, пожалуйста. Вот видите, люди останавливаются, фотографируют, снимают. Локация, конечно, очень классная. Причем это, да, не зоопарк, а просто, как говорится, дикое место, где они здесь так прижились. Вот, друзья, начался дикий автокемпинг. Про него вы можете посмотреть на нашем канале выпуск. Вот подсказочка, ссылочка будет в описании. Смотрите, мы здесь простояли, два дня, да, мы здесь стояли? Да, два дня. Два дня мы здесь были, все изучили, все очень подробно, где брать питьевую воду, где техническую, где магазины, где что, где цены. В общем, все подробно посмотрите, изучите, достаточно здесь интересное место. В общем, в Саке мы встали вот в такую пробку. Стоим, наверное, уже минут 20, там ДТП. Не знаю, сколько мы еще простоим. Но киндеров мы так и не купили, магазин пока мы не нашли, а то, что было, мы что-то проскочили. Ну ладно, стоим дальше. Короче, вот мы из-за чего стоим. Вот оно, ДТП. Да, кто-то ехал на отдых. Не так, что на отдых, но, по-моему, скоро я ехал в эту сторону, похоже, забрали, потому что вообще как-то... Не успели мы выскочить из той пробки, как мы буквально через 3 километра встаем в еще одну пробку. И она будет длиться... Короче, сколько-то там еще. Вот так вот. Мы хотим это тогда, спасибо. Идем. В общем, мы проехали Саки, проехали Орехово. И вот сейчас на вот этом показателе мы уходим на Севастополь. На Севастополь она 88 километров. Не знаю, поедем ли мы туда, в сам Севастополь или нет. Пока даже для нас секрет. Выглядите. А пока едем как-то так. Ребята, куда ехать, мы пока не знаем. Дети спят в машине, но мы заехали по пути в такое интереснейшее место. Вроде бы поле, да, и ничего такого. Но это Николаевка. Село или поселок. Здесь так красиво, ребята. Ой, как здесь классно. Смотрите, пляж уже такой галечный. Здорово. В общем, ребята, все, мы сейчас сдерживаем путь скорее всего на Севастополь. В Николаевке мы просто заехали посмотреть, что это за поселочек, какие там пляжи. Ну, красиво, да, вы видели? Красиво. К сожалению, не удалось там полетать, потому что очень сильный ветер. Не буду рисковать поднимать дрон. Едем дальше. И, кстати, киндеры мы так и не купили. Но сейчас детки спят. Поехали. Ребята, посмотрите, какие красивые облака. Перед ними деются горы. Там за горами Ялта, Гурзуф. И еще ряд классных городов и поселков. Скоро мы тоже там будем. Но пока мы едем в Севастополь. Ребята, нам осталось до Севастополя километров 50. И я начал кайфовать. И вообще глаза начали мне кайфовать от того, что появилась растительность. На Западе это все степи, степи, степи. Деревьев практически нет. А если есть, то я вообще не знаю, почему они там. Впереди видны горы. Вот виноградники. Деревья. Ну как вот? Я не знаю. Запад Крыма все-таки это не для долгого отдыха. Это вот, как говорится, приехал и уехал. Что думаете вы, кто был, напишите в комментариях. А вот здесь какие-то теплицы, их очень много. Все тут тоже растет интересное. Вкусное. Кстати, что еще хочется сказать. Мы здесь едим персики местные. И если честно, я вообще никогда таких персиков не ел. Вот, ну там, привозят же откуда-то из-за границы, там, в Москву. Они какие-то вот, ну, обычные что ли такие. Безвкусные. Ну, либо вкус стандартный. А здесь они прям... Как вот их описать? Они не то, что сладкие. Они вот прям вообще, они вот прям тают во рту. Кто будет в Крыму, попробуйте. Либо кто видел в Москве крымские персики. Я просто не видел ни разу там на рынках у нас. Попробуйте, купите обязательно. Не знаю, прям хочется вот прям вкусные. Очень-очень вкусные. Ребята, они здесь просто великолепные. Стоят 120 рублей килограмм. Ну, вот, например, в Евпаторе мы покупали за 60 рублей. Слушай, Булев очень вкусный. А тут, получается, сад в 30 метрах. Они вот там их, видимо, как-то покупают опытом. Вот так вот прям вдоль трассы продают. Но они просто... Очень вкусные. Они вообще хренные. Ладно, мне, наверное, вас раздразнило. О, больше, лучше, поехали. Мы подбираемся к Севастополю. Посмотрите, какая уже местность, да? Уже такие небольшие мини-горы. Орловка. Орловка. У вас больше есть. Да-да-да, карласно так начинается. Уже такие вот эти... Как они называются, правильно? Южные деревья такие вот длинные и узкие. Вот эти вот в береге. Зелёные. Зелёные. Ха. Кайфово. Вот мы едем с горки в горку, с горки в горку. Как-то организма этого нашего вообще... Ну, моему лично точно не хватает. Потому что я от степей устал. Не мой формат. Короче, друзья, мы сейчас заехали в Любимовку. Мы там посмотрели, вроде бы, как есть кемпинг. Посмотрим. В общем, возможно, мы сейчас и здесь остановимся, а потом в Учхуевку или как там. Пока мы ищем, где нам остановиться и, так сказать, заночевать, а может провести сколько-то дней. Заехали в маркет. Нам там надо докупить по хозяйству, там салфетки, бумагу, взять, покушать что-то. Вот, а дальше мы поедем смотреть. Смотрите, мы сейчас заезжали в Любимовку. Там, конечно, все очень переполнено. Видимо, это городской пляж какой-то. Ну, не знаю. Поехали мы до Учхуевки. Попробуем встать в Учхуевке. Короче, сейчас будет видно. Давайте вместе с нами. В общем, мы сейчас заехали в автокемпинг Учхуевка. Ну, типа территория. Здесь можно снять вот такие вот домики. Есть, типа там, умывальники, столовки, короче. Такое. Но сам кемпинг выглядит, конечно, вот. Вот она территория. Сюда заехал такой на машине, короче, вот так вот встал. Ну, я не знаю. Вон там вот пляж. Что-то мы, короче, вообще не поняли. Это вот 250 человека, если с палаткой. Домики от 900 рублей. Сейчас покажу. Вот так вот, видите, все это выглядит. Ну, и раковина вот еще есть. Мусорка. Возьем мывальника. Не знаю. По мне так лучше и чистыми, вообще, дикарями. Ну, есть, типа, стол. Походу мы сейчас поедем дальше. В общем-то, ребятам, я здесь походил, сводил детей в туалет. Мы просто охерели вообще. Как сказал Артем, на полу там была насрата. Вот у них тут есть столовая. Ну, мы даже заходить не будем, не хочется. Короче, я не знаю. А я хочу столовую. Ну, сейчас мы... Что-то ужас. Здесь, я не знаю, все кемпинги как кемпинги. А это просто суперзвезда. Ладно, все, мы едем дальше искать. Потому что это, конечно, ни о чем. Вот здесь есть интересный парк такой, красивый. Прям возле него. Вау, палк какой! Да. В общем, вот этот автокемпинг. Вот заезд. Сейчас спускаюсь чуть-чуть пониже. Посмотрим, что здесь. По карте пишут, что есть еще какой-то кемп. Ну, не знаю, сейчас будет видно. Ну, а ну, вот и раз. Ну, ну, для меня эта история слишком битком. Ну, да, да. В общем, друзья, мы думали, мы здесь и останемся, но мы здесь не останемся. Это что-то слишком много народу. Вот прям очень до хрена. Пляж получается здесь такой, где эти волнорезы торчат. Ну, не знаю, что-то фигня какая-то. Ладно. Дальше ищем, что нам найти, а вы смесь с нами. Что, ребята, бывали мы, так сказать, в Учкуевке. Вообще не помнили, что это вообще было. В общем, вот машины. Увидели мы такой лесочек. Посмотрите, какие здесь виды. Стыд, скала такая торчит. Обрывы. Но вот мы думаем, сейчас мы прям здесь поставим палатку, машину загоним чуть поближе и прям здесь остаться. Очень интересно разместились вон те люди. Они туда спустились, но проблематично туда. Они на Прадике, тачка повыше. Все. Класс. Да. Здесь мы завтра, скорее всего, тоже встретим рассвет. И сегодня мы проводим закат. Теперь давайте вместе с вами полетаем и посмотрим, как здесь красиво с воздуха. Погнали, друзья. Погнали. Погнали. Спасибо. Погнали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В общем, мы, друзья, пока вот так вот разместились Побыстренько мы поужинаем Или сейчас попьем чай И пойдем спустимся к пляжу Посмотрим, какой здесь берег Потрогаем, кстати, море Я, может быть, искупаюсь на закате Блин, но закат здесь вообще бомбический У меня просто нет слов Здравствуйте Снова упаковали все в машину Оставили там до возвышенности Может быть, видно И идем до пляжа Здесь, в общем, какие-то гостевые дома Ну, по-моему, это какой-то санаторий, что ли, называется Пансионат? Да, сейчас спустимся Покажем В общем, солнце, как только село Вот мы с вами вместе смотрели закат Как только солнце село Здесь сразу стало холодно Поднялся ветер Ну, не прям вот прям холодно Ну, короче, прохладно Ветер прям такой сильный Вот Смотрите, как красиво Дай мне руку Вот парковка Я изначально думал Вот сюда прям заскочить И здесь поставить палатку Ну, нет Да, да Вот А Прадик зашел И он поставил автодом Так Радюшка упал Так, рекламная пауза, друзья Все, я вернулся Травм нету Просто надо было Радюшка обтряхнуть Ему не нравится, что он идет грязный Но здесь, видите, такие полы Как вот дорожная Короче, как на западе Вот, точно Вот эти дороги западные прям Пылище опять Папа, ну че у нас такие насекомые? Это жучки какие-то Такой крутой Ну да Вот, я тебе говорю Да ёбси льмовси Так, теперь второй Ну, Тёма Очень крутой Труд Вообще Особенно для детей Вот я сюда думал Вот сюда ехать Видишь, машина-то стоит Вот она теперь начинает Короче, до пляжа Чесать и чесать Но он такой, видите, не оборудованный Из просто немножко лесенок И всё И давай попробуй Только не упади, Тёма Во, как подъехали Смотри, как подъехали Как подъехали Вот прям Вот отсюда и приехали Надо спросить у них Спускаемся вот по таким лесенкам Здесь, конечно, они такие печальные Та лесенка была Лучше Ну ничего Идём Ну да, потому что Не видишь в плохом состоянии Ой, кайф Тихо, Тёма Знаете, аккуратно вообще Чихо здесь Печально Тише, тише Давай Да О, горка Детская О, какие волны Пойдём волны посмотрим Ну здесь такая мелкая-мелкая Галька, ракушки Ну по кайфу Волны, конечно, нормальные такие Хлещат Кайф Это Севастополь Учкуевка Вот она вот Вот этой горкой Уже Учкуевка Ну а дальше просто дикие места Пошли В общем, друзья Наверное, на этой нотке Спокойной ночи Завтра проснёмся Покажу здесь вам Как утром Покойной ночи Ребята доброе утро тут прекрасный вид посмотрите доброе утро вот есть такие, да, две лесенки одна ушатанная, вторая сделана хорошо, здесь вот есть такие бутылочки висят вода для обмыва ног увидел пустую бутылку заполни воду брать в море инженерный конструктор Роменград вот так вот поэтому кто здесь будет увидел пустую бутылочку иди возьми вон там водичку принеси поверь что, друзья, покажу вам пляж Учкуевки мы, получается, стоим вот на той скале на той горе обрыве, как его можно назвать вот наш пляжок здесь поменьше народу сюда подходят теплоходы куда-то там возят на экскурсии а вот он начинается великолепнейший в кавычках пляж Учкуевка народу здесь просто тьма это еще народу мало в море потому что море немножко штормит и люди все, короче, тусуются на пляже но это жесть сейчас пройдем, посмотрите да вот в этой стороне здесь есть такой небольшой в этой стороне есть песочек а там вот мелкая галька уже как всегда классические развлечения гидроскутеры бананы, ватрушки единственное, что мне понравилось это лежаки такие прикольные видите, полукругом они с тенечком сделаны то есть без зонтов прикольные получается, где стоим мы там пляж, он такой уже из раздела дикий но как бы не дикий людей там много но он уже не оборудован ничем без спасателей здесь есть вышка висит желтый флаг давай, Родина В общем, сейчас вот мы поднялись. Вот столько ступенек надо пройти до пляжа. И вот здесь такая типа а-ля площадь. Вот она набережная. Вот так она выглядит вечером. Что, покажу вам вечернюю шкуивку, друзья. Такой здесь движ. Возьми Артема за ручку. Короче, такая типа аля набережная. Ай, ну дай. Ну не сегодня, Артем. Вот он как раз автокемпинг Учкуевка. Что мы и показывали. Но вот здесь есть парк, в который мы сейчас и пойдем. Ну что, мы подошли ко входу парка. Вход в парк встречает туалет, конечно. А какая разница? Ну как, смотри, море перешел, зашел в парк, сразу в туалет. Не, на пляже вон туалет. А это просто вход в парк. Интересная задумка. Перед тем, как зайти в парк, нужно сходить в туалет просто. Слушайте, ну парк вообще сразу вот прям клевый. Очень красивые лавочки. Мы проезжали, там вот интересно все сделано в общем. Вот первая детская площадка. Вон там вторая. Там просто из раздела скалодром. Далее идет тут паутинка. Возможно, вам видно. Очень красивая атмосферная арка, которая светится вечером. Ну красиво, ничего не сказали. Парк красивый. Прям, наверное, какая достопримечательность Учкуевки. Вот вход с дороги, где можно припарковаться под знаком эвакуации. Не продумали они с парком парковкой. И вот тут прям такая классная уже площадка. Очень мне нравится, как сделано, видите, для взрослых лестницы, для детей. Такие трубы, чтобы они скатывались. Классно. Есть мостик. А там выше есть скалодром. Блин, слушайте, ну здорово вообще. Мне очень нравится. Смотрите, как классно. Сколько качелек, чтобы детки не спорили. Обалденно вообще. Вот можно по скалодрому забраться. Вон такая большая труба. Вот, для взрослых развлекуха. Кайфово. Кто будет в этих краях, заезжайте. Детям здесь будет вообще по кайфу. Ладно. А мы идем дальше. Небольшой вам обзор этого парка мы сделали. Пошли идти дальше. Мога, а классно. Держись, Родион. Вот у них тут есть столовая. Ну, мы даже заходить не будем. Не хочется. Ну, короче, я не знаю. А я хочу столовой. Так, вот мы в этой столовой. Короче, мы купили детям порцию тефтельку. Порция две штуки. Картошку, компоты. Как это? Похвалак. Похвалак. Хлеб. И что мы взяли? Два Лагмана. Вышло на 820 рублей. Ну, ценники здесь не так... Где мы уже ели? Нет, Вивпатори. Не как Вивпатори вообще ценники прям дешевые. Там супа 50 рублей. Здесь получается Лагман 180 порция. Нехило. В общем, вам приятного аппетита. А вы, если будете в этих краях, сами думаете заходить сюда или не заходить. Вот так она выглядит. Столовка. Вот раздача. Ну, что, друзья, я могу сказать. Посоветовать это место? Ну, нет. Сто процентов нет. А там решайте сами. Ну, зайдите, может быть, по-другому. Ну, Лагман вообще ужасный был. Мы вот заказывали с Настей себе Лагман за 180 рублей. Ну, ужасный. Ладно, пюреха там еще какая-то такая. Тоже какая-то разводная, походу. Ну, в общем, нет. Пошлите. Так. Ну, судя по листве, в Крыму наступила осень. Вот такие вот здесь домики. Артем, подойди сюда. Куда ты идешь? Сразу мусорка. Это непосредственно вход. Вот нумерация. Такие вот, я не знаю, по мне так это бараки. Так. Вот. И вот это вот, в общем, стоит 900 рублей за сутки. Блин, друзья, я не знаю как вам, но по мне, пока мы снимаем вот такие халупы и ничего с этим, как ни говорится, не делаем. Оно так и будет здесь, так это называется, процветать. Ну и, соответственно, вот как бы проход на море. Оно так. Оно так. Осень, Артем. Осень. Да. Сами. Отдыхать здесь не отдыхать. Решайте сами. Кушать в этой столовой или не кушать, решайте сами. Нам это не нравится. Мы остановились на прекраснейшем обрыве. И нам по кайфу. Вот. А здесь, походу, нет даже прохода. Мы сейчас попробуем пройти. Ага. Здесь есть кофе. Вот. Вон там мы сейчас пройдем. Вот, видимо, предусмотрен был выход, собственно, пляжа, но его закрыли. И так вот все это выглядит. Очень печально. Вообще печально. Очень печально. Все такое ужасное состояние. Жаль. И посмотрите, сколько мороза, да? Да. И ветер холодный, и море штормит. Как-то все неудачненько у нас. А мы, получается, вот там на обрыве. Малина вообще. Родиона, Родиона, забирай. Вот, получается, здесь проход. Вот через кафе, и мы попадаем вот на вот эту вот... Что это? Мини-площадь, непонятная парковка. Ну, вот, короче, как-то вот так вот. А вот так вот снова днем. Убога, очень убога. Ничего не покрашено. К сезону вообще никто даже и не собирался готовиться. Ну, по мне, так это вообще неправильно. Учитывая, какой парк тут отгрохали, как здесь могли сделать набережную. Это было, ну, просто конкурент Адлеру 100%. Ну что, друзья, мы едем дальше, а вы давайте вместе с нами. Пока мы куда поедем, я не знаю, держим путь по Севастополю, в Балакалаву. А там... Для нас пока это тоже загадка. Здесь место прекрасное. Ну, конкретно, где вот мы стоим. Пляжи, конечно, переполненные, цены на набережной дорогие. Севастополь, конечно, это мощь. Поэтому подпишитесь на канал, поставьте лайк этому выпуску, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать свежие выпуски. Ну и, конечно, подпишитесь на наши инстаграмы. Ссылочка в описании. Потому что в выпуске выходят с задержкой, а в инстаграме все сразу онлайном мы все показываем, рассказываем. Конечно, все более подробное всегда в выпусках, поэтому подписывайтесь и на инстаграмы, и на канал. Спасибо, что досмотрели этот выпуск. Погнали вместе с нами дальше. Субтитры сделал DimaTorzok